Пожалуйста, у кого есть вопросы, давайте свои вопросы. Виктор Владимирович, скажите, пожалуйста, как эти моды в письменной форме наделяются собственники в рамках 48 статьи ПУК-2 полномочия подписывать протокол? Повторяю еще раз. На период 2011 года действовала другая редакция жилищного кодекса, согласно которым это уже в 2015 году законодатель не наделил собственников, указанных в протоколе, полномочиями наделять, значит, право наделять других лиц полномочий, в том числе председателя, секретаря и членов счетной комиссии. До того момента действовала старая редакция. Открываем часть вторую. Читаем второе предложение части 2 статьи 48 жилищного кодекса. И читаем о том, каким образом оформляются полномочия представителя собственника. В данном случае председатель, секретарь, члены счетной комиссии являются представителями собственника. И поэтому в их распоряжении должны быть доверенности, оформленные в письменной форме. В этих доверенностях должно быть указано сведение о представителе и представляемом в объеме имя, отчество, фамилия, место жительства или местонахождение, а также паспортные данные. Все. У меня, знаете, понятие, что если есть доверенность между двумя гражданами, то она подойдет в нотариальный форм. Для меня вот это вопрос. Поясните еще раз. Как может быть от одного человека, гражданина, другого, как она оформляется, в какой форме? Я типа такой-то, такой-то лицу доверяю или как? Я не очень. Еще раз. Доверие может быть заключаться в простой письменной форме. Вообще, вы правильно ставите вопрос, в какой форме были наделены полномочиями вот эти, указанные в протоколе, председатель, секретарь и члены счетной комиссии. Вообще-то должна быть форма, значит, доверенность должна быть оформлена, значит, удостоверена нотариусом, либо иными какими-то лицами. Кем сейчас не представлено никаких документов, то есть пришли люди, написали протокол, в котором сами себя наделили какими-то полномочиями. Но это ведь неправильно, вы согласны с этим или нет? Что неправильно, когда в протоколе указаны сведения о каких-то председателях, которые сами себя наделили полномочиями. Извините, они могут сами за себя только отвечать. За других-то они не вправе действуют. Извините, Владимир Владимирович, написали от руки, получи справку в одной конторе, и они сказали принесите нотариально. Потому что письменная форма простая не удостоверяет подтверждение. Так открывайте гражданский кодекс, там же написано, кто вправе удостоверить. То есть одного гражданина к другому, только нотариально. Я не говорила уже, кроме того. Вы вопрос, Марина, правильно ставите. Я, знаете, наблюдаю, почему-то законодатель у нас ни с того, ни с сего внес, значит, внес в эти самые, в закон сведения о том, что удостоверяете такую доверенность в праве управляющей организации. А кто она такая, управляющая компанией? С чего она вдруг стала там, какими-то этими, обладать полномочиями, свидетельствовать документы? Ну, потому у меня вот такая кашля, я не могу понять, потому что правильно должно быть. Правильно, так как указано в законе. Я вам сказал, как указано в законе. И сказал, что должно быть так. Так, вас что не устраивает в тех формулировках, которые указаны в законе? Что вас не устраивает? Мне она будет устраивать, чтобы я смогу понять, почему так оформлялось. Марина, еще раз вопрос задайте. Просто я хочу понять, как правильно провести анализ протокола. Я вам демонстрирую, как ведется анализ протокола. Я не могу понять, что вам непонятно. Я вам сказал, что непонятного. Можете еще раз? Еще раз. Есть доверенность или нет определяющая полномочия председателя отдельно, секретаря отдельно, члена счетной комиссии. Вот в данном случае. Есть они или нет? Тогда давайте я такой вопрос задам. Как должно быть оформлено полномочия собственника более 50% дать право подписи на протоколе? Вот я такой вопрос поставлю. Можете объяснить? От каждого собственника должна быть своя самостоятельная доверенность в письменной форме. Есть она такая? Я пока не вижу, я вижу только голый протокол. Так и я вижу голый протокол. Марин, еще раз. Вот давайте так. Вы подняли вопрос о нотариальной доверенности. Правильно я вас понял? Ну да. Давайте чуть-чуть по-другому поставим вопрос. Давайте я чуть-чуть по-другому поставлю вопрос. Давайте исключим требования нотариальной доверенности. Давайте просто доверенность в письменной форме. Есть она или нет? Где она должна быть? Марина. Приложена к протоколу, что ли? Она должна быть приложена. Естественно, должно быть приложение. Все документы, которые прилагаются к документу, они должны быть отражены в приложении. Открываем ГОСТ и читаем, что должно быть. Мы же с вами разбирались или нет? Я же говорил вам, берите ГОСТ, читайте. В ГОСТе написано, что должно быть отражено в документе в соответствии с ГОСТом, который определяет дело производства. Ведь мы же не просто делаем, не просто бумажку составляем. Мы составляем документ, который определяет полномочия, права и обязанности. Правильно? Ну, значит, этот документ должен обладать как юридической силой. Я сегодня об этом говорил. А юридическая сила придают документы что? Требования законодательства, да? Издание этого документа уполномоченными лицами, да? И надлежащий порядок его оформления этих документов. Угодаю. Как-то не уверенно у вас, Марина, прозвучало. Ну, я и ваш документ еще раз увлечу. Ну, хорошо. Ну, туго я смотрю, Марина, доходит. Ничего, ничего. Постепенно поломается, поломаетесь, и у вас отложится в вашей голове, в вашем понимании, что и там должно быть сделано. Я согласен с тем, что кругом бардак, и никто не подчиняется требованиям законодательства. А наши судьи вместо того, чтобы наводить порядок один раз, они содействуют вот этому бардаку. Виктор Владимирович, я не знаю, какого-то статья гражданского кода, собрание, протокол собрания, или как-то там решение собственников. Я вот не могу понять, как собственники должны вот эту доверенность делать. Я вот не могу понять, как были 50 процентов, потому что собственник в одной бумажке, что ли? Почему? Почему в одной бумажке? Ничего не понимаю. Почему в одной бумажке? Почему в одной бумажке? Марина. Да, вот я, может быть, поэтому я и путаюсь. Каждый собственник выражает свою волю путем написания доверенности в письменной форме. Исключаем пока удостоверение ее нотариусам. Просто в письменной форме. Я же вам читал статья 160 гражданского кодекса. Сделка. А наделение полномочиями – это действие, сделка. Выражающим ее содержание, так, и подписано тем лицом, который совершает эти сделки. Либо объявлены лицами. Понятно или нет? Ну, я вот открываю свою 65-ю статью, там написано «Либо в решении собрания». Я не могу эту статью раздеть для решения собрания. Какую 185-ю? Что непонятно? Общее положение оставить доверенности. Там есть пункт 4, вы на нее ссылались. Представили решение собрания. Ну, и что непонятно? Я не могу понять, как оформляется доверение. Вот более 50% собственно. Не могу уложить в голову. Для того, чтобы набрать более 50%, надо хотя бы об одном сначала, один, про одного. Вносите сведения в протокол. Сведения об одном собственнике, да? Имя, отчество, фамилия. Сведения о документе, подтверждающем право собственности. Паспортные данные. Сведения о месте жительства или месте нахождения. Это понятно? Понятно. Вот когда вкладываем каждого, ну и, естественно, должны указать, сколько ему принадлежит право собственности, чтобы можно было посчитать и проверить. Сейчас понятно? Да. Ну, если этих сведений нет, то как вы можете посчитать-то? Как вы можете убедиться в том, что тут есть форум? Как? Вот, Марин, скажите, вот перед вами документ. Вот я сейчас открываю перед вами документ, который мы, собственно говоря, обсуждаем. Давайте. Вот я вам открываю документ. Видно? Вижу, да. Марина? Да, вижу, да. Вот, смотрите, где собственники. Найдите мне собственники или уполномоченные лица. В объеме. Фамилия, имя, отчество. Сведения о паспорте. Сведения о месте жительства. Сведения о документе, удостоверяющем право собственности на помещении в указанном многоквартирном доме. Назовите, вот она, вводная часть, описательная. Есть, нет? Нет, вижу только цифры голые. Ну все. Но если нет сведения о доверителях, то как можно говорить, что среди доверителей более 50% голосов? Вот мне поясните. Здесь вообще нет никого. Благодарю. Что? Благодарю, спасибо. Марин, что-то непонятно или понятно? Нет, я думаю, что просто не понимала, что это одно будет законно, и как не сравнить сложно. Но я вижу, что здесь прикрыто, скрыто и ничего не понятно получается. То есть это распубликовано. Не знаю, вы неправильно ведете, у вас неправильный подход. Что значит ничего не понятно? Как раз все понятно. Как раз все понятно. Это вы говорите, что ничего не понятно. Почему вы говорите, что ничего не понятно? Это понятно, что никакого корма не было, никакого корма не было. Да не про это надо говорить. Первое. Есть доверители или нет? Первое. Исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств. Орган состоит из множества лиц на одной стороне, из множества собственников. Собственники есть? Нет. Над результатами. Хотите похохотать? Марин, или не хотите? А зачем, если я уже как бы проходила, от руки написали, они сказали, идите в нотарию. Не понял, что вы говорите? Мы послушали, от руки написали, прошу выдать, доверяю, получив информацию. Пришли в какую-то несчастную контору, они сказали, что вы нотариально доверены. Вот. Вы так же приходите сейчас, возьмите просто-напросто, все же делается, проверяется просто. Берете доверенность, от руки написали, и приходите в тот же вот вектор, я рекомендую, предположим, взять Ольгу Борисовну и прийти и сказать, давайте вот по доверенности мне то-то, то-то сделать. Они не скажут, принесите мне это, как принесите мне это, вы вон протокол подсовываете мне, что вас полномочия наделил собственник, и там ни одного собственника нет. Еще раз, равноправие, принципы равноправия. Нет сведений, значит нет доказательств. Ну все ведь просто, что непонятно там, Марин. Еще вопросы у кого? Виктор, здравствуйте, это Людмила. Слушаю, Людмила. У меня вопрос как-то раз-таки по протоколу, у нас в протоколе, общее собрание собственников, в конце есть список каких-то приложений, и там значится какой-то список собственников, принявших участие в голосовании, да, в общем собрании собственников. Вот у меня вопрос, это и есть тот перечень собственников, принявших собрание в протоколе, да, который должен быть? Ну давайте по порядку. Первое, вы говорите о приложении и в том числе о каком-то приложении собственников. Давайте по порядку. Первое, вот эти все документы, протокол и приложенные к ним документы, они прошиты, пронумерованы и, скажем так, скреплены подписями уполномоченных лиц. Или нет? Нет. Все. Это уже считайте, что у вас нет доказательств, потому что все доказательства получаются фальсифицированы. На основании чего? Какие? Там можно сегодня одни документы подсунуть, завтра другие подсунуть, послезавтра третий. Порядок формирования документов в единое целое, он прописан, должно быть прошито, пронумеровано, указано сколько лиц и поставлены подписи уполномоченных лиц. Это первое. Второе. В этом листе, о котором вы говорите, содержатся сведения о каких-то собственниках. Давайте будем разбираться с этим документом. Виктор, этот документ скачен в ТВ ЖКХ, потому что мне не предоставляют никак копию ничего. Почему не предоставляют? Чем мотивируют? Они говорят, что у них не хранится, а хранится в ГЖИ, в Государственной жилищной инструкции. Ответ письменный дан? Да, письменный. Хорошо. А у них копия удостоверенная надлежащим образом разве отсутствует? Ну, вот они ничего про это не говорят. Они говорят, что вот там хранится. Нет, хорошо. Они могут много чего говорить, они должны отвечать вам письменно это раз, потому что сделки между юридическими и физическими лицами осуществляются только в письменной форме. Пусть считают, если вы направляете им в письменной форме, точно так же получаете в письменной форме. Более того, 312 статья Гражданского кодекса запрещает вам вносить плату тому лицу, которое не доказало факт того, что обладает полномочиями, является надлежащим кредитором, наделена надлежащим образом полномочиями кредитора. Вам запрещено вносить плату, поэтому скажите, ребята, либо вы представляете, либо я вам платить не буду до тех пор, пока вы не представите. Так что я здесь за вами бегать не собираюсь. Если вы думаете, что я за вами бегать собираюсь, то ошибаетесь. Я здесь собственник, а вы для меня никто, и звать вас никак. Чмошники. Да, спасибо, я поняла. Просто в ГЖИ тоже, когда запрашивают, либо молчат, либо что-то такое. Каждый собственник должен сам получить. Чего получить? Где получить? А, сведения. Вот эти сведения ссылаются на то, что у меня запрашивал соседям, донат, такой же, да? И они ссылаются на сведения, что в этом списке якобы есть сведения, вот, персональные данные собственника. А они должны быть, а что вы не имеете, извините, а что вы не имеете права ознакомиться с документами? А они почему, на основании чего имеют право обрабатывать персональные данные, знакомиться с ними, а? Вот видите. Нет, еще раз, вы-то собственник. Да. Ну, а почему у вас не должны быть эти документы? Ну, вот так вот. Чего вот так-то? А, нет, тогда скажите. Это, еще раз. Документы не спросите. Все просто. Нет документов, пошли нахрен, ребята, я платить никому не буду. Представите мне документы. Персональные данные, не персональные данные, меня не интересуют. Закон для всех закон. Я обязан подчиняться решению общего собрания собственников. Я не вижу решения общего собрания собственников. Нет решения, я не в праве совершать какие-либо действия в отношении общего имущества. Кто создал мне, пожалуйста, отказ в письменной форме, что отказываетесь ознакомить меня с этими документами. Отказ и все, и плевать на вас, не буду я ничего платить. Да, спасибо. Понятно? Да, все понятно, спасибо большое. Ну вот, наконец-то все поняли. Виктор, раньше протокол явно поддельный, подписан нанимателем и все, больше никем. Нанимателем жилья. Как он был... Вы что, вопрос задаете? Вы сами знаете на него ответ. Нет, так я ничего не могу сделать. Судья мне говорит, вопрос закрыт, все-все-все, протокол был. Суд был в суд, суд признал, что собрание было, все. Какой суд признал, что собрание было? Ну, понимаете, я подавала... Еще раз вопрос задаю, какой суд признал, что собрание было? Чем подтверждается? Мировой, городской и апелляционный. Все в сговоре, все признали. Ну, давайте лишнее не говорите, что они там написали. Ой, ну я уже не помню, там что я не права, что собрание было, все нормально. И срок исковой давности уже прошел, отвали, моя черешня. Срок исковой давности. Что срок исковой давности? По ничтожным сделкам нет срока исковой давности. Есть только срок исковой давности по решениям, принятым в установленном порядке. Вот по тем решениям срок 6 месяцев. А те решения, которые ничтожны, срока давности нет. Они ничтожны с самого начала. И отвалимая черешня. Что значит отвалимая черешня? Они обязаны представить. Если они говорят, чем подтверждаются собственники, перечисли мне собственников, которые приняли участие в голосовании. Ты же принимала решение. Давай, ты обязана исследовать. Так, что же делать-то? У нас все подделано. Все, все и ничего. Запросы надо направлять. Вы это самое, бежите впереди поезда. Я в прокуратуру обратилась. Тут назначили. Я в прокуратуру обратилась. В прокуратуре кто сидит? Еще раз. Вы хватаете конкретного человека за мягкое место, за причины. И оттягивайте его. А то я в прокуратуру. Сама ничего не разобралась. Побежала в прокуратуру. Что запросила в прокуратуре? Что запросила в прокуратуре? Этого человека... Что запросила в прокуратуре конкретно? Что должна была запросить? Я написала в МВД вначале. Блин, я спрашиваю, что запросила? Она говорит, я говорила про прокуратуру. Светлана, вы издеваетесь что ли? Я вас не понимаю. Почему издеваешься? Еще раз. Я задаю, что запросили в прокуратуре? В МВД запросила. Я, наверное... Что запросили в МВД? Я, значит, туда подала заявление, что... Я не спрашиваю, что вы подали, я спрашиваю, что вы запросили. В МВД что я запросила? Разобраться. С чем разобраться? Что протокол отдельный. Тут. Что подписан нанимателем жилья. Что никакого собрания не было. Вы знаете, что сейчас делаете? Вы сейчас утверждаете. А статья 56 Гражданского процессуального кодекса указывает. Кто утверждает, тот и доказывает. Вот вы сейчас утверждаете. Ну, я не смогла доказать, что собрания не было. Правильно. Вот с этого и надо начинать. Неграмотные процессуальные действия ведут к ненужному, неправильному результату. С этого и надо начинать. Я с первого урока, уже сколько, я скоро полгода буду вести, с первого урока об этом и говорю. Грамотные процессуальные действия ведут к результату. Неграмотные процессуальные действия ведут к отрицательному результату. Можно бесконечно, можно год, два, три, десять лет бегать и доказывать непонятно что. Научитесь действовать грамотно. Я показываю, как это надо делать. Вот я в следственный комитет даже обратилась. Ну, хоть миллион вы организации, если вы неправильно ставите вопросы, то неправильно получаете ответы. А почему я неправильно ставлю вопросы, если я доказываю... А вы знаете, как правильно вопросы поставить? Ну, я как все... Еще раз задаю вопрос. Вы знаете, как правильно вопросы поставить? Ну, я не на 100%. Еще раз спрашиваю. Вы знаете, как правильно поставить вопросы? Вот этот вопрос я знала, как правильно поставить. Как вы поставили? Следственный комитет даю, значит... Как правильно поставили? Прошу проверить. Значит, как я забыла уже. Это было в 16-м году, ну что... Ну, ладно, вы знаете, вот вы просто-напросто... Давайте так, вот это неуважение к участникам площадки. Давайте будем действовать грамотно. Если у вас есть вопрос, то будьте добры, берите документ и начинаем действовать от документа. Обратите внимание, я иду от документов. Не от рассказов о документе, а я иду от закона и от оформленных документов. Вот это правильное действие от документов. А как вы действуете, я не знаю, потому что я не вижу, во-первых, документов, по которым вы вопросы ставите. А вторых, я не вижу ваших процессуальных документов. Соответственно, все, что вы сейчас говорите, это просто, извините, болтовня. Пустая трата времени. Протокол ничтожный. Вот и все, что я хотела сказать. А мне не надо говорить. Это нужно, чтобы другие установили. А вам не доказывать. А они и доказывали, что этих сведений нет. Просто я не знаю, как действовать сейчас. Так вы только что говорили, я все правильно задала. А сейчас вы говорите, не знаете. Так вы разберитесь. Вы знаете, как действовать? Или не знаете, как действовать? Я не знала, как действовать в 2016 году. Я была там первоклассницей, понимаете? Светлана, вы время специально тянете или что? Мне трудно с вами. Если вы тянете время, то, извините, у меня времени нет на пустую. У меня очередь просто людей, которым нужна помощь. А вы просто поговорить хотите. Да нет, я тоже хочу знать, как мне быть сейчас. Я рассказываю, как быть. Рассказываю на уроках. На каждом уроке рассказываю. Определитесь, что нужно сделать. И потребуйте представить доказательства. Те или иные. Еще у кого вопросы есть? У меня вопрос, Виктор. Виктор, у меня вопрос. Вернее, у меня два вопроса. Первый вопрос связан с доверенностями по протоколу общего собрания собственных. То есть то, что упоминалось на логике. Правильно ли я поняла, что в 2011 году, по второй редакции, председатели собрания, депутаток собрания и счетная комиссия являются поверенными. А собственники, которые их выпирали, являются доверителями. Да. А в таком случае у меня следующий вопрос. Поскольку собственники до начала собрания могут не знать о том, какие кандидатуры будут предложены в качестве секретаря собрания, председателя собрания и счетной комиссии, каким образом они могут заранее подготовить доверенность и их доверенность и представить. А зачем нам знать об этом, каким образом они это сделают? Закон говорит, что доверие оформляется в письменной форме путем указания сведений о доверителе и доверенном лице в объеме имя, отчество, фамилия, место жительства или местонахождение и паспортные данные. Как они это будут делать? Вам вообще плевать на это. Давайте документы будем смотреть. Есть они, документы? Значит, полномочия, будем дальше проверять, наделены или нет. Нет документов, все, полномочиями не наделены. Доказывайте и какими-то иными способами. Свидетельские показания в данном случае, свидетельские показания запрещены. У меня берут вопрос, относительно того, что вот эти лица, которые выбираются на собрание, в данном случае являются поверенными. Еще раз, Юль, вопрос в чем? В том, являются ли они поверенными? Доверенными лицами? Да, конечно, доверенными. А как они осуществляют-то полномочия? Кто их наделил полномочиями? Чем подтверждается полномочия? Юля, чем подтверждается полномочиями? Кто их наделил полномочиями? Собственники, которые выбрали их на собрание. Чем это подтверждается? Голосованием. Каким голосованием? Еще раз. Не голосованием, а документы, где, в которых указаны сведения о доверенных лицах. Где они? Почему сведения о доверенных лицах? Когда предлагается кандидатура, то, естественно, предлагается... Юль, 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 вы начинаете говорить о том, чего-то кого-то представлять. Вы пытаетесь уложить в своих представлениях юридические понятия. Их не надо укладывать. Написана должна быть доверенность. Должна быть доверенность. Есть доверенность? Нету. Представлена доверенность. Смотрим. В доверенности есть сведения о доверенном лице? В объеме, указанном в законе? Или нет? Вот все просто. Элементарно. Элементарно. Смотрим. Есть доверенность? Нет. Значит, полномочия не подтверждены. У вас есть доверенность? Нет. Полномочия не подтверждены. Когда будут, тогда приходите. Вынесли доверенность. Отлично, ребята. Давайте смотрим. Кто вам передал полномочия? Так. Есть сведения, не обсмотренные законом или нет? Еще раз. По формальным признакам. Не надо ничего голову ломать и чего-то укладывать. Все просто. По формальным признакам. Значит, протоколу общего собрания в данном случае у нас должны быть привозены тисненные доверенности. Да, совершенно верно. Которые участвовали в этом собрании и принимали решение о выставе и председателях собраний и председателях еще вне фамилии. Совершенно верно. Совершенно верно. Все документы должны быть. Понятно. Значит, первый вопрос, касающийся процессуальных действий, когда она принимает исковое заявление и выносит определение о принятии этого исхода. Значит, правильно ли я поняла, что судья перед тем, как вынести определение о принятии исхода заявления, должна совершить процессуальное действие, а именно исследовать. исковое заявление на его соответствие в соответствии с ВАЗ в КРФ, о чем составляется протокол. И этот протокол должен быть обязательно в порядке материала сделан. Так или нет? Да, так. То есть у нас все суды нарушают данные требования. Совершенно верно. Все, поняла. Благодарю за ответ. Мы сейчас готовим процессуальные документы возражения. Смотрите, 65 страниц. Я только в этих 65 страницах я исследовал только 3 документа. Три. А их там 120 страниц. Вы представляете, сколько нужно готовить документов, чтобы было понятно. Поэтому по каждому документу нужно готовиться. Лисов будет очень много. Это первое. Второе. У нас еще вопрос по апелляционной жалобе, по правилам. Тоже у нас зависан. Там тоже очень много чего нужно делать. Вопросы, связанные с направлением заявления, разъяснения, решения суда и дальнейших действий. Потому что я смотрю, у нас люди написали заявление и думают, что вот это заявление, как бы оно сразу разрешит все проблемы. мы не забываем. Перед нами система власти, ну, в кавычках власти, судебной власти, которая нацелена на то, чтобы не разрешать противоречия, а загонять их вглубь, чтобы они тлели, тлели и в определенный момент дали взрыв. Поставлен вопрос, какие требования? Какие требования нужно направить и какие требования направлены? Вот один раз посмотрите на эти вопросы, потому что это важное процессуальное. Надо правильно ставить процессуальный вопрос. Если вы поставили процессуальный вопрос правильно, то ответ должен быть на ваш вопрос. Он должен быть либо да, либо нет. А это уже, извините, доказательства. А кто как у нас ставит вопрос, а ты там что-то там мне расскажи, а чего-то как-то я тут считаю. Это бесконечно и бесполезный этот вопрос. Бесполезный. Учитесь действовать примитивно и грамотно. Если вопросов ко мне нет, все, встречаемся в четверг в 12 часов и не дай Бог кто-либо опоздает. Не дай Бог. С каждого спрошу. Век помнить меня будете. Пока-пока.